здравствуйте друзья доброе утро вопрос такой из длинных я уж как мог его укорачивал но не знаю что там получилось давайте почитаем алексей 82 года рождения родился в чувашии хорошо учился с раннего детства много работал с 9 лет был самостоятельный жили бедно зарабатывал там как-то в это время а служил в армии и у него была с детства мечта перебраться в москву и вот он 2004 году 12 лет назад он перебрался в москву служил пять лет в органы внутренних дел города милиционером видимо был до 2009 года занимаюсь бизнесом московской области бизнес строительный точнее энергетика и электрика началось того что устроился работать в садовое некоммерческое товарищество электриком оформил документы прошел аттестацию в обязанности входило обслуживание трансформаторной подстанции высоковольтки 400 метров низкая сторона напряжения 2500 метров освещение автоматика релейная защита видеонаблюдения он быстро втянулся в курс дела значит за пару месяцев устранил там все что нужно было устранить и больше его никто не трогал как бы зарплату платили все было хорошо месяцами ничего можно было не делать вот но он как бы там еще одно товарищество еще одно товарищество там людей нанимал и так далее и вот в 2014 году у него был да он еще там по строительству домов там индивидуально там как-то что-то с домами делал по ремонту но во всяком случае 2014 году у него все было замечательно 2015 год такой не так замечательно а наступила осень вот 15 и все встало 16 он понял что надо что-то менять а менять необходимо все поначалу когда только загорелся штатами думал поменять деятельность потери вот программистом он еще учится в вузе и в этом году должен его окончить но вот написано это было в мае мы на полгода опоздали значит в мира учится радиоэлектроники автоматики из такой институт москве специальность информационной системы технологии вечернее отделение преподают нормально редкий человек который говорит что нормально преподаю знаете вот все говорят плохо плохо преподаю изучал сиси пласт пласт джава сиквел какие-то знания есть и так далее когда начал строить планы осознал что работать в области программирования или тестирования долго не смогу все очень нудно скучно загонять в какие-то рамки для меня тяжело тем более я уже почувствовал вкус самостоятельности и очень хорошо в нем развился и преуспел поэтому пока грандиозных планов себе не ставлю а на месте посмотрев изучив рынок сделаю вывод начну действовать занимаясь получением туристической визы легализация наверное будет по политике посмотрим может на месте что-то подвернется буду искать варианты вот теперь три вопроса значит первое ваше мнение что-то похожее можно осуществить сложности не боюсь думаю справлюсь вот такой интересно возможно начну с тестирования это второе а дальше будет видно время место покажет у меня много идей которые в россии оплатить сложно или невозможно я тут вопрос это не вижу но в смысле вопрос можно и начать с тестирования видимо а потом дальше вот с этими идеями куда-то и конечно же интуиция подсказывает что нужно ехать это интересно ему как бы не то чтобы вот здравый смысл подсказывает а интуиция это тоже интересно наверное то и другое давайте поговорим немножко знать что мы имеем парню 34 года он самостоятельный причем он с детства самостоятельный и это как бы неплохое качество тут на самом деле когда человек самостоятельный и открытый к каким-то возможностям и деятельный и так далее очень сложно заранее сказать где он вывернет там через какое-то время понимаете это это очень сложно если человек такой вот знаете так сидит там копается в чем там еще что-то дым год ну хорошо вот будешь там программистом да и понятно что программиста можно быть всю жизнь хорошо зарабатывать получать от жизни удовольствие так все нормально все понятно а тут он такой как бы предприимчивый и когда какая-то возможность открывается тут устроился там электриком в это садовое товарищество вот и вдруг раз как пошел понесло его и там 1 2 там 3 там клиенты людей нанял ремонтом стал заниматься и тогда его его там понесло это такой в общем-то совершенно замечательный американский типаж потому что здесь такие люди расцветают особенно если у них нет криминальных наклонностей вот у них нет такого чтобы там взятки давать или там как-то особенно полиции того что вот такого плана есть если без этого то он может стать абсолютно всем чем угодно смысле подняться достаточно очень высоко и трудно даже сказать где там у него этот потолок значит единственно что я часто получаю письма такого плана типа вот рассмотрите там как бы мои соображения по поводу иммиграции вот как вот как план что это вот работает не работает и я хочу сказать что довольно часто мы видим что человек говорит вот я хочу вот это вот это вот я ради этого еду в америку но ему непременно чтобы сразу вот сразу и люди которые на него смотрят оттуда они говорят а что вот тебе сразу дадут там больше денег или тебе что сразу квартиру бесплатную дадут что тебе дадут сразу вот здесь такого нет он как бы видит этапный этапность некоторую в этом процессе что очень важно потому что если ты этапов не видишь что ты натыкаешься на реальность которая отличается от твоих там замков воздушных и вот разбиваешься об эту реальность да значит тут тут нормально он как вот я хотел бы там с чего-то начать вот может быть там тестировать но долго я не смогу говорит он я я хочу сказать я тоже долго не смог бы на меня посмотреть я начал заниматься тестированием и я работал там не знаю год в год 4 на такого плана но через два года как я начал работать в тестировании я начал эту школу параллельно и я не думал в этот момент что когда-то я оставлю работу и пойду в эту школу но я был абсолютно открыт и не могу сказать что был такой предприимчивый как вот там наш герой да потому что я я существенно менее предприимчивый но но тем не менее вот была какая-то возможность она мне понравилась внутри что такое клик такой был до на одной волне я оказался с этим делом и она понеслось и я не могу сказать что вот еще было много людей которые вот с этим же самым оказались на одной волне то есть были какие-то люди которые знаете вот еще там какой-нибудь бизнес начать какой не знают и вот они о смотри-ка вот поперло там давай мы тоже школу сейчас откроем и вот вот эти вот тоже школу их было с десяток вот только на русской улице но они куда-то все так потихоньку делить потому что люди которые могли бы по серьезному и и конкуренцию составить и так далее вот их не повело в это дело понимаете тут много есть людей которые могли бы построить потрясающую школу но они просто не пошли на это им им не хотелось у них были другие планы поэтому у нас несколько сразу таких проблем да мы должны решать первая проблема это все таки легализация и мы не не отказываемся да вот я вижу что здесь такое значит человек говорит да вот сначала легализация видимо по политике он еще не знает точно но он понимает что с этого надо начать он понимает что какое-то время он будет заниматься непонятно чем и это собственно не важно потому что важно легализация он согласен заниматься там скажем тестированием его уже там все-таки он заканчивает мира и мира это в нашем смысле очень приличное учебное заведение то есть я не знаю там как он там на вечернем и что он там узнал и так далее но но в принципе у него подходящее образование то есть скажем на резюме написать да значит специальность там вот это вот он там по информационным системам шикарно если еще по-английски объясниться может и у него такое образование замечательно а почему нет как легко и мы не знаем вот эта мысль о том что это скучновато и это правда я с ним согласен но есть люди которые скучную работу не могут выполнять есть люди которые скучную работу любят выполнять есть люди которые в том что в целом может показаться скучным находят какие-то вещи которые совсем не такие скучные как вот скажем другие да есть монотонная работа а есть очень творческая в том же тестировать может быть его понесет менеджмент или project management может быть он в каком-то бизнесе вынырнет о котором даже догадаться сегодня не может но из таких вот общих самых бизнесов куда людей выносят даже с инженерной работы где вроде бы неплохо платят это может быть real стоит то есть либо люди которые продают покупают агенты либо люди которые занимаются финансированием это как бы очень очень массово среди наших соотечественников страхование тоже хотя может быть там не так денежно но есть очень 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 много вот здесь кремниевой долине но просто очень много русских таких но вместо выходцы из бывшего ссср бизнесов инженерных технических есть невероятное количество консалтингов небольших и больших и очень больших и аутсорсинг да вот туда значит есть есть люди которые этим занимаются и очень успешно занимаются у них там многие десятки людей работают и сотни тоже поэтому мы не знаем где его вынесет то есть может оказаться что идти в целом когда он начнет там работать индустрия не важно уж кем там тестером программистом там не знаю саппорте он вдруг увидит там такое то есть если глаз у человека заточен воды поиск вот этих возможностей оппортюнити свои он он увидит там много чего поэтому я я лично вот на это смотрю так оптимистично первый вопрос который там был могу ли я вот сделать что-нибудь такое уже же вот похожие да то есть какой там но если это не садовое там товарищество то это может быть но просто какой-то комплекс там 200 домов там допустим да и есть такие места вот он может там устроиться электриком послушайте но он может в конце концов поработать в такой компании и создать свою компанию это называется property management компания и property management компания берет в менеджмент ну можно конечно брать индивидуальные там квартирки там таунхаузы и тогда и у граждан но это мелочь он может брать в менеджмент там комплекс серьезный он может брать несколько комплексов компания и это не обязательно жилые дома кстати вот компания которая владеет не владеет я извиняюсь менеджмент делает того здания где находится портнов компьютер скул у этой компании в менеджменте что-то там пару миллионов квадратных метров вы можете масштабы какие то есть что-то невероятно и а может футов наверно футов да я извиняюсь 200 тысяч квадратных метров такого плана но у них много много зданий по кремниевой долине где они вот осуществляют менеджмент то есть они и поддерживают как бы здание в порядке и занимаются тем что туда запускают жильцов и денежки собирают и там какие то вопросы решают если что вот есть такой commercial property management то есть если у него вот такой взгляд как бы на это дело может быть ему туда идти работать и повторить этот путь то есть если его интересует именно этот путь он есть он есть как бы абсолютно абсолютно повторимый абсолютно повторимый единственно что для того чтобы заниматься вот таким менеджментом он за пару месяцев здесь не подразберется для того чтобы этим заниматься неплохо бы иметь real estate ный лайсенс когда вы получаете лайсенс на вот real estate агентом там знаете что там есть три вида деятельности которые этот лайсенс разрешает делать то есть первое это купли и продажи второй это финансирование а третий это property management то есть надо будет и вот этот лайсенс получить так все вот эти property management компании обычно имеют еще и лицензию строительную там какой-то там general contractor там или что-то такое почему это происходит потому что они делают там массу ремонтов и они нанимают электриков они нанимают там сантехников и удерживают у себя вот эти деньги которые в противном случае нужно было бы отдать лицензированному какому-то подрядчику который сверху на работу которая выполняется берет 15 процентов они себе берут эти 15 процентов поэтому это громаднейший бизнес не невероятный большой мощный надежный вы понимаете может быть подъем может быть спад может быть все что угодно экономически но дома стоят понимаете освещение там работает значит мусор вывозится жильцы в езжают-выезжают бассейн значит там там водичка течет обогревается если зима или там накрывается чем-то чтобы не обогревать и так далее лампочки меняются плиты значит я не знаю там газово-электрические надо менять нужно делать профилактические работы нужно делать какие-то плановые там замены капитальный ремонт и так далее это не зависит от рецессии там или подъем поэтому если его конкретно вот это интересует это это мощнейший бизнес и совершенно ему не заказано то есть он 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 может там быть прекрасно многие люди вам скажут я я не хочу сказать что я на сто процентов согласен но так я склоняюсь тоже к этому что лет пять-семь лет пять-семь уходит у эмигрантов соединенных штатов для того чтобы стать тем чем он в принципе может стать вот лет пять-семь это не значит что вот наш герой когда ему станет сороковник вот жизнь кончилась он уже ничем больше не станет он выйдет на свое плато но на этом плато он может тоже там хорошо как сказать распространиться да то есть у него там много будет возможностей еще дополнительно то есть если он там свой первый миллион заработал 40 лет то например 45 может иметь 10 а допустим 50 может иметь 100 если если он этим занимается но просто в рамках вот вот той территории которая занят вот поэтому нужно время и вот из того письма который я прочел вы вы услышали только часть небольшую но относительно небольшой может быть половину от того что он там написал там там много было подробностей всяких и я подумал что грузить людей подробностями это неправильно вот он мне очень симпатичен и поскольку от написания письма в мае месяце прошло уже сколько тут у нас ноябрь но вот полгода и прошло вот так что я думаю может он уже уже может он в америке может уже что-то такое сам случилось приключилась может он уже вы не за там какие-то подвиги совершил вот чувствует что парень динамичный теперь что касается последние вот этой фразы что ему интуиция подсказывает что нужно уезжать ну лучше после чем никогда правильно все таки когда 34 года парню ну да у него динамичная такая жизнь была он служил в армии потом он служил в милиции вряд ли когда ты служишь в милиции тебе придет в голову что нужно эмигрировать куда-то но потом он занялся как бы бизнесом так получается и фактически его его подстегивает вот это вот ситуация с рублем с курсом рубля там тем что бизнес стал который он там делал заказов мало и еще что-то это его подстегивает но обычно люди которые кроме чисто экономических мотивов имеют еще какие-то идейные они больше сфокусированы на на чем-то таком существенном в эмиграции то есть они не сравнивают себя вот я тут а если я не уехал я был бы там и вот я бы заработал тут а я заработал там а может быть я проиграл в деньгах а может еще чего-то значит если ты не понимаешь что что ты получишь в америке кроме денег может быть лучше сюда и не ехать больше того если тебе сказать вот допустим я зарабатываю в год там не знаю 50 тысяч долларов вот делаю то что я делаю российской федерации значит и если тескать послушай а если ты будешь зарабатывать не 50 тысяч долларов а 500 тысяч долларов в российской федерации ты все равно хочешь уехать в америку или ты скажешь нет тогда мне нормально если тебе нормально оставайся никуда не едь вот если ты скажешь хоть 500 хоть миллион хоть десять миллионов но я здесь жить не могу вот тогда у тебя реально появляется какой-то такой стержень как на который можно много чего понавешать потом по жизни все-таки иммиграция это не ну как сказать не ситуация баш на баш вот ты мне вот это а я тебе вот то сейчас купили обменяли поторговались и так далее это все-таки долгосрочная вещь долгосрочная то есть вы не оптимизируете на участке времени в один месяц или там один год или даже даже десять лет вы оптимизируете на участке времени который даже больше чем вам жить осталось потому что у вас еще есть дети у вас еще будут внуки у вас будет как бы как родовая такая ответственность и вот вот в условиях вот этого всего вы принимаете свое решение а если вы его принимаете на основе таких сиюминутки мы их краткосрочных таких соображений то конечно есть много шансов что вы разочаруетесь что-то я смотрю что-то паркинг весь занят они чего обалдели что ли с утра ну полодиннадцатого все позанимали ладно сейчас будем искать все друзья я с вами прощаюсь и до скорых встреч а